А Курфюрст, он есть Курфюрст. Сейчас будем от ПЛ уклоняться. Что за британец Мальборо появился? Не знаю. Может тестовый какой? Неубедительно. ВВБшкин, а когда оно было-то убедительно? Ты мне расскажи. Когда это вообще было? Убедительно-то. Мы живем в мире несправедливости и неубедительности. Ему модель терпана ДР подарили? Прикольно. А кто подарил? Я как человек скромный просто чуть-чуть поддонатил. Не знаю, я стрим не смотрел. Я зашел на 5 минут. Ну, по ссылкам прошел необходимым и ушел. И все. В Дискорде я его поздравить поздравил. Бисмарка его я ему слил. Так что все нормально. Не, я на гнезике ПМК не качаю. Мне больше живучести не хватает. ПМК можно качать. Стреляет же. И его много. Но не дальнобойно, да и такое. На любителя. Оно ПМК на гнезике только пригождается, когда он в топе. Тогда можно реально ворваться. Не засветился. Забавно. Еще и продамажу пойди. Главный, кстати, вот это. Вот еще на тему Огайо и так далее. Огайо куда комфортнее. В принципе, у Огайо хорошие углы стрельбы. У Огайо... У Огайо все хорошо. У Курпа говеные углы стрельбы. Из-за этого он на ближних врывах. Им неудобно реализовывать фулл ГК. Но тебе в некотором роде фулл ГК надо реализовывать правильно, подгадывая момент для подворота. Это раз. А второе. Нужно банально ПМК в большей степени реализовывать. Что нет то? Короче, нихрена не убили. Зетку это 44. Неполадки устранены. Вот Бесмачок прям в наш ПМК втягивается. Это радует. Вон, видишь, какие углы стрельбы. Трешанина. Чтобы всем ГК стрельнуть, нужно прямо раскорячиться. А Огайо не нужно. Огайо по-скромненькому встает в позишн и ковыряет вражинку. Но зато вот как-то это. Еще разница у Огайо хилка хорошая. 40 секунд кэдэшится. У Курфа, конечно, стандартная. Но приколюха в чем? Это все, как говорится, мелче. Курфюрст в плане получения урона, он замечательный. Он столько домашки в себя впихивает, что это невъебенное ощущение. Ты играешь, играешь, вроде бы тебя пиздят, 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 пиздят. Ну, кроме ПЛ. Вот бои с ПЛ, это, конечно, все дрянь, придуманная для того, чтобы рассказывать нам о развитии игры. Вот. Но когда вот этого говна нету, то значительно комфортнее играется. Что, проскочили, проскочили. Да нихуя себе проскочили. Короче, когда подводного говна нету, на Курфюрсте, вот на Огайо у меня такого ощущения не возникает. А на Курфюрсте возникает. Я сейчас просто пытаюсь играть и, блядь, договорить умную вещь. То, что тебя пиздят, ну ты Херакс хилочку прожал и вроде опять при лице живом. Вроде тебя пиздят, 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 пиздят. А ты Херакс опять хилочку прожал и опять при живом лице. А на Огайо ты наоборот, она у тебя хилка все время во время пиздюливания идет, а ты ее как должное воспринимаешь и как бы хер бы с ней. Нормально вроде все. Сложно, нихуя не понятно. Знаю, потому что тяжело мне. ПЛ ебаная стоит передо мной, блядь, сука, из-за нее ни хера вперед не поплыть. Ну без матча слили. 30 тысяч сдали мы в него. Весь урон забрали, по сути, с фланга на себя. Вижу из меня с противника. Там может быть этот Z-44 докидают. Надо пытаться втягивать Фельзаса в ПМК. Без втягивания кого-то в ПМК вся наша жизнь курфюрстовская не имеет смысла. А как дойти с этими ПЛ, блядь? Непонятно. Инструкция гайда нигде там на официальном сайте нету. Как врываться в предстоящий на фланге ПЛ? Не дают инструкцию. И эсминец тот же Гронингейм. Он не идет закрывать, короче, это. Z-44. Он просто стоит на месте и все. И что вот с ними делать? Ну то есть, типа, нас здесь, блядь, три линкора, два из которых девятки, да, одна десятка. Мы можем продавить, но у нас эсминцы не идут закрывать вражескую Z-ку и подлодку. Прикольно. А Йову эту отпиздят, потому что она ломится вперед. Это неправильно. Такой бред. Блядь, вот Гронингейм пиздец подстава. Просто подстава. Он должен был эту Z-ку 44-ю выщемить, еще хер знает когда. Я уж молчу про ПЛ, блядь. Да не надо туда идти, отпиздят нас, короче, потому что нам это не пройти. Надо стоять, ждать пока под циклоном. Ждать прихода циклона и получать удовольствие. Уже тем более минус ЛК, блядь, еще это говно детонит и так далее. Торпеды прямо по курсу. Торпеды прямо по курсу. Торпеды по левому борту. Да, и он задымился, блядь, господи, какой он, сука, пиздец. Ой, тупейшее создание. Просто тупейшее создание, блядь, наебаном эсминце. Он встал от нашего засвета, дамаг бить, блядь, прикинь? Какие стандартные пукалки лучше? Я предпочитаю играть со стоковыми, потому что стоковые чаще стреляют, а весомые роли в бронепробитии ты от этого всего дела один хер не получаешь. 32 тысячи в Монтану легло, охренеть. И еще 13 косариков, блядь. Уже циклон идет. Уже идет циклон. И здесь удалой, наверное, стоит. Либо АРП Миокко. Непонятно, короче. Торпеды по левому борту. Естественно, в бортину Такау легло одно сквозное говно. Союзники, захватываем точку. Иначе быть и не могло. Нам надо самолетик поднять для утех разведывательных. Угу. Раз. Где-то вот здесь вот торпеды должны быть. Без гапа страшно. Можно вообще постоять гап дождаться? Несикаривый самолет меня видит. Нехорошо. Давно не заходил на стримы. Всем мир. Под лодком побольше боли. Андрей, подскажи, что качнуть. Есть Курф, Гинда, Монтана, Петрик и Галиев. Качай. Вот, видишь, какая машина, смотри. Нихуя в бортины не убивает. Качай, Курфа, шикарная лодка. Ну, Пейн Редзен, спасибо тебе. Знаете, давно тебя не было, да. Очень давно. Я уже даже забыл, насколько сильно давно. Извини, сейчас мыслей все в куче, потому что реально тяжело, блядь. Тебя пиздят, пиздят, пиздят. Вечно пиздят, нахуй. Бесят, заебали. Короче, смотри. Курфа качай. Курф хорошо. Лютика сажаешь. Уникалку выфармливаешь. И Курфюрс замечательно. Очень качественная лодка. Стреляет. Дамажит. Нихуя нормально убить никого не может. Но главное, что правильно. Принимает активное участие в сражении. Это ж плюс. Это ж плюс. Я смогу здесь как женщина развернуться? По идее, смогу. В общем, у нас впереди нас ожидает очень длительная процедура нединамичного маневрирования. Сейчас. Пока мы будем это делать, моя команда может умудриться слиться. Значит, далее по твоему вопросу. Курфа качай. Гинду качай. Монтану качай. Петра качай. Вот Голиафа не качай. Не сильно он нужен. Да и играть на нем скучноват. В условиях современности. Мы можем издыкнуть туда. На отмашь. Короче, из-за наличия вот этих торпед пришлось нам сюда отходить. Это трата времени. И эта трата времени, она ужасна. С тем учетом, что Гранингейм до сих пор так и не выцепил Z-44, а Z-44 уже даже умудрилась потопить, блядь, Таллина. Я восхищен его невъебенностью. Ничего, сейчас мы поедем в ПМК хреначить. Лепанто, конечно, идет, отдается за чем-то, непонятно. А нахрен он туда вообще идет? Там же Z-44, ее ж еще не убили. И живучести у него ни хрена не хватит, чтобы Монтану продавить. Так он там и остановился, по сути. Ладно, мы габ проебали в пустоту ради того, чтобы вот этот веер один сфейлить. И полторы минуты тут стоим херней. Занимаемся. Но это все равно быстрее, чем мы бы оплывали вот этот остров. Я вот к чему. То есть вот этот маневр, он тупой, но это ситуация, куда нас загнали. Так быстрее в нашем случае. Ну и вот он там сдох, этот Лепанто, потому что месье Гронингейм проебал изначально Z-44, хотя мог ее законтрить. Мог, но не стал. Странный чел, очень странный. Дамагер, наверное, статист. Я их просто никогда не понимаю. Корпеды прямо по курсу. Передаю координаты важной цели. Ох, долго-долго все это наше дело было. Призец такой противный был, когда на точку зашли. Прям мне не понравилось. Прямо. 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 Ну, Зетка 44-я нас не должна выцеплять А не, вон выцепляет Все беды Из-за Гронын Хейма Две, да Жалко Хочу ПМК, чтоб убила Ну, убил пожар, не ПМК Жаль Хотелось ПМК, ну и бой закончился Да пиздец Корабли, конечно, что у него есть А, я посоветовал тебе корабли, что у него есть А, ну ПН, ну Реджи, ну тогда заебись Ты всю игру прошел Ты извини, я тебе сейчас отвечу Я просто не могу туда-сюда со всем уважением Не могу туда-сюда Потому что сложный разворот тяжелый И эсминцы контрить надо Сейчас мы тебе ответим А так, что, выясняется, что я тебе все уже нужное посоветовал Значит, это забей Голиафа продай только, да и нормально На остальных играй Нормас 220 Практически как вольт Хорошая лодка Но, опять-таки, не каждый раз Не в каждом бою Может себя проявить В силу того, что Субтитры сделал DimaTorzok